здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал фантастическое расследование войны скифов и богдана хмельницкого против яна казимира второго вы наверно ребята сейчас подумали ты чё совсем что сбрендил какие нахрен скифы давайте ребята раз уж я назвал фантастическое расследование давайте с вами маленько пофантазируем давайте значит с вами для начала посмотрим а шо это за мужик вот этот такой ян казимир ваза и ян казимир ваза так последний третий король польский и великий князь литовский из династии ваза князь польский верхняя селезия в 1648 60 именовал себя королем швеции родителями короля были сергизмун 3 констанция такая-то непосредственным предшественником на троне был его старший единокровный брат владислав такой-то так поехали дальше значит так королевский титул перевод русский перевод ян казимир милостью божью король польский великий князь литовский русский прусский мазовецкий межимайский ливонский смоленский северский черниговский а также наследный король шведов готов вендов венды часто на тождествлялись с вандалами на шведском языке короли называли себя королем и королями вендов так поехали дальше примечания в 1648 году ян казимир был избран вслед за его единокровным братом владиславом четвертым королем речи посполитой на годы его правления пришлось три войны потрясших речь посполитую 1648 49 1651 54 в восточной части речи посполитого шляп шла постоянная гражданская война которая получила название восстание хмелицкого вот на этом значит теперь вы поняли знаю да что это за чувак и причем здесь хмелицкий понятно да поехали дальше давайте значит посмотрим надгробия вот этого самого яна казимира вот значит есть вот тут вот такие барельефы медные скорее всего и вот он значит этот принц там тыры-пыры тролливали такой великий ужасный так давайте теперь ребята посмотрим а шо точнее а кто такой и ян собески третий о ян собески так русское воеводство 1696 крупный польский полководец король польский великий князь литовский 1674 года в его правлении ознаменовал затяжными войнами с османской империи речь посполитая в последний раз пережила взлет как европейская держава ну понятно да что это одно и то же время практически тут с разницей 1674 а там 48 ну разница 20 лет приблизительно понятно да кто это такие вот эти вот люди так давайте теперь я вам значит покажу надгробия ой надгробия интересную вот такую заметку вот значит поближе это надгробия но сейчас объясню в чем дело причем здесь скифы вот значит находка археологов читать не буду скифское золото вот они ребята скифы ну все вы знаете как они выглядели я думаю так мои подписчики уже много все интересовались и чё почем кто такие скифы вот интересное такое вот это вот золото вот эти значит скифы обратите внимание на шапки вот они опять обратите внимание на шапки скифы скифы золото золото то есть обратите внимание во первых какое оно красивое золото то есть нифига это ребята не кочевники чтобы сделать такие красивые вещи нужна мастерская кузне и так далее много чего нужно то есть в поле все это делать очень сложновато я так вам скажу вот значит принцесса скифская вот так вот сделали реконструкцию как она выглядит так здесь пока не буду показывать значит в чем собственно дело получается давайте вернемся опять к надгробию где надгробия вот она а теперь ребята читайте великий хам перекопских крымских и ногайских тартар и его войско которое было союзником богдана хмельницкого в битве при берестечке против польской армии яна казимира второго на надгробии яна казимира показаны эти самые тартары в скобках тартары и знак вопроса а теперь ребята давайте поближе посмотрим это этот барельеф опа обратите внимание на головные уборы видите ничего вам ребята не напоминает вот это вот дело обратите внимание на головные уборы а ребята интересное дело получается сравните головные уборы скифов с выше приведенными без комментариев и так видите вот вам ребята еще без комментариев да вот это вот из византии оттуда а вот они и наши эти самые шапки так поехали дальше значит смотрим теперь ребята интересную такую вот штуку то есть мы теперь с вами знаем что ян казимир и этот самый ян сабески это были в одно и то же время с разницей там 18-20 лет давайте значит я вам покажу войну с кем же воевал этот самый теперь ян сабески есть вот такая вот интересная из книги вандер а а рисунок картина как хотите так секундочку что то не так ребята вот значит ян 3 сабески и смотрим значит этот самый там держатель и тыры-пыры и завоеватели и король такой-то 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 и вот написано экт-экт-экт ну значит поняли да там такой-то такой-то и 5-10 и победитель кого же он ребята победили читаем турков тартаров и казаков пожалуйста ребята смотрите вот значит зашли эти самые победители вот так вот в виде римлян они изображены с почестями со всеми делами значит вот они приперли вот этот самый сабески тут вот он а смотрим держит отрезанную голову казака и вот они значит побежденные тартары казаки и и ах ел моё где-то тут турки еще есть тартары казаки ну короче вы поняли тут все написано тартары казаки и турки интересное дело если он воевал с богданом хвилицким то что получается как же и и самое что интересно смотрите он поверх казаков тартаров и турок а украина она нормально вот она тут скачет ребята прикиньте что получается украины как всегда поставила жопу видите да украина написано пожалуйста пожалуйста так вот такие вот интересные ребята получаются вещи так поехали дальше покажу еще одну интересную штуку так 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 смотрим показываю теперь ребята самое интересное вот тут я вам и хотел интересное маленько зачитать значит вы поняли да вот она показывается это борьба скифов или как хотите тартар казаков или турок непонятное дело что нам пытаются втереть какую неправду нам хотят то точнее уже так втерли вот и чё интересное получается этот художник который вот этот барельеф дел он же вообще дебил что ли совсем конченый вы представляете да если бы он королю делал вот такую штуку и накосячил взял бы вот тут вот и нарисовал бы допустим бились они со скифами а он бы взял нарисовал там ну допустим китайцев да ему бы там семья сказал ты чё падла совсем что ли с дуба рухнул ну сами понимаете чё бы последовало с таким художником не ребята он рисовал именно так как было нужно понимаете да так поехали дальше теперь значит ребята читаем вот тут вот сарматские государи как именовались о том так аж известия не имеем ныне же они князя именуют рутинос и кески последнее точно значит правитель или император греческие писатели скифских государей в котором имени сарматы и славяне заключались валеус латинский рекс именовали а иногда каган кахан кахас кахан сиё имя мунгальское как выше ахани показано а ка значит высший турки вместо ка говорят ки и так имеет быть ка или ки хан или ка хан высший оборонитель сей титул ка хан даван от грек русским государям как в молитве акофиста о ингоре в историях зонара и кедрина ингора и святослава василиус эгену морхоз и каган именовали поехали дальше сот лет и больше егда скифы народ исшедший от страны речённые их языком мангал ежи и жители называний назывались мингайлы или мангайлы посидоши некоторые государства яко о том будет ниже изменившие имя своё называются тартари от реки тартар или от множества народов своих иже и сами любезно приемлют и слышат и меньшая половина скифии и я же над морем осийским называется тартария великая разделяется же тартария великая от скифии и маусом горою великой и знаменитой ежеса ону страну от тартарии иже от её страны то скифия иже обретается гора каменная кавказ то есть понимаете половина жила значит до уральского хреста назывались скифы а те назывались тартары ну не знаю может я что-то путаю но я это так понимаю так теперь давайте самое интересное и фантастическое давайте ребята вот он тут пишет мы чисто как вот тут написано мы с вами так и рассуждать и будем как выше ахане показано а к значит выше турки вместо к говорят ки ну а давайте теперь ребята чисто пофантазируем ну и скажем не скифия а скафия или не скифы а скафы откуда откуда ты чувак скафы я вот это да ребята а где у нас скафа получается давайте-ка посмотрим а вот она ребята кафа выходит Крым кафа откуда скафы или скифы а теперь давайте-ка ребята я вам одну интересную штуку зачитаю вот значит библейская энциклопедия архимандрита Никифора читаю скифы так большинство церковных историков так страница 657 большинство церковных историков согласно утверждают что в скифии евангелие проповедовал святой апостол Андрей и таким образом начало христианства восходит здесь к самым временам апостольским здесь известны были в древности епархии скифская и херсонская и другие ха ребята что получается скифская вот она скавская и херсонская ну это там недалеко может километров 200-300 от силы вот такая вот ребята получается интересная штука по поводу войны скифов против этого самого Яна Казимира где-то ребята нас обманывают спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания до свидания до свидания до свидания